На исполнении в службе судебных приставов находятся 1900 производств по обязательным работам. 400 из них суд назначил алименщиком. Сроки разные, от 20 часов почти до бесконечности. Отбывать наказание нужно, трудясь, конечно, бесплатно, на благо мупов города, в основном в парках и за осаде. 360. 360 часов. А синий секрет, за что вам их назначили? За хулиганство. И как долго вы здесь работаете? В день? В день? Да. Кому сколько назначили? Два часа. Три. Трудиться нужно, пока не отработаешь назначенное. Прогуливать нельзя, за работой следят. Посещение отмечают в табеле. Раз в неделю приходит и судебный пристав. Проверяет. Отбывать обязательные работы разрешается не более двух часов в рабочие дни, если должник не занят на своем основном месте работы, либо учебе. Если он не имеет своего основного места работы или учебы, ему разрешается в рабочие дни отрабатывать не более четырех часов. В выходные дни также должникам разрешается отрабатывать не более четырех часов в день. Если работу прогуливать, будет составлен административный протокол по статье 2025, часть 4 КОАП РФ. Наказание заменят либо на штраф, либо на заключение под стражу, на пресловутые 15 суток. Правда, отрабатывать потом все равно придется. При исполнении документов по обязательным работам судебные приставы часто сталкиваются с такими случаями, что должники не хотят отбывать обязательные работы. Они почему-то думают, что за труд нужно платить. Забывают о том, что это административное наказание. В таком случае, когда судебным приставом-исполнителем составляется протокол за неотбывание, они отбывают наказание в виде административного ареста в спецприемнике, но это также их не освобождает от отбывания обязательных работ. На каждого из 1900 должников заведено до 10 исполнительных документов. Часы обязательных работ плюсуются. Среди отбывающих такое наказание множество обычных и даже благополучных граждан. Чаще всего они попадают на бесплатные работы за то, что не оплатили вовремя штрафы ГИБДД.